Тренировки вместе разбираются с тем, как строятся питания, какие есть рекомендации... Феномен ЗОЖ — сообщество, сила комьюнити в поддержании здорового образа жизни и полезных привычек. Говорит, что мы уже видим на странные упражнения, и что мы делаем какие-то странные упражнения, какими-то необычными количествами, стали спрашивать, а не сектор ли мы случаем, и так название осталось. То есть вы из социальных сетей создали оплайн, по сути дела, движение, правильно? У вас есть эти оффлайн-плачатки, из-за, куда люди приходят? Уффлайн-онлайн-плачатки, да. Хорошо, тогда расскажите, сколько времени вам понадобилось для достижения таких цифр? Это работает как бизнес или как благотворительная организация, которая помогает людям влюсти правила ЗОЖ? Мы очень, очень расстроены именно на формирование комьюнити. У нас есть бизнес-направление, то есть у нас есть школы оффлайн, школа онлайн большая, с онлайн-кулсом о том, как правильно вести здоровый образ жизни, с тренировками, которые можно делать. Но мы все это время, как мы начинали с бесплатных мероприятий, бесплатных активностей, так мы продолжаем их делать. И более того, именно бесплатные мероприятия, на которые может прийти каждый человек, поучаствовать, в которых может каждый, сформируют комьюнити. Вот этот каркас людей, которые не просто знают, что площадка существует, не просто подписались на себя в соцсетях, но они приходят на эту площадку, участвуют в дискуссиях, задают вопросы, дают ответы тем новым людям, которые пришли на эти площадки. И формирование сообщества в интернете практически невозможно без оффлайн-комприятий для этого сообщества, без того, чтобы выделить какое-то ядро. Причем сейчас все больше и больше идет тренд на то, что ядро, амбассадоры и сообщества, это не какой-то там один блогер, например, или один человек. Это такие же люди, как мы с вами, которые просто приходят и делают что-то, потому что им это нравится, им это интересно, и они хотят погружаться в тему лучше. Скажите мне такой вопрос, потому что у вас действительно 100 тысяч человек, это большая цифра. ЗОЖ, по вашему мнению, это некая идеология жизни, потому что сталкиваешься с тем, что ты приходишь с друзьями в ресторан, вдруг один человек принимает такое лицо монако, говорит, я ем салат, я не ем мясо, я не пью, я больше не хожу это называть, ничего, я на ЗОЖ. И у людей других, которые пока еще уже все, кто не попали, складывается ощущение, что вместе с наступлением ЗОЖа заканчивается нормальная жизнь. Есть ли жизнь ЗОЖа? Есть ли жизнь ЗОЖа? Обычно люди представляют себе здоровый образ жизни, как страдания. Что важно, мы появились как сообщество людей, которые хотели прийти в форму, похудеть, накачать мышцы. Это особая тенденция, сейчас тренд больше на улучшение качества жизни появился в стране. Мы начинали 7 лет назад, блог, и там запрос был достаточно понятный, я хочу быть худее, я хочу выглядеть лучше, нравится тебе в зеркале. И всегда все себе представляют, что для того, чтобы получить то, что ты хочешь, нужно страдать. И без страдания никак. Ты обязательно должен отказаться от того, что ты любишь. Ты должен делать очень длинные, изнуряющие тренировки, после которых у тебя 3 дня будет все валеть. И это очень прикольно, когда сейчас к нам приходят люди и мы им говорим, все, что вы знали о страданиях раньше, это неправда, это необязательно. Более того, программы, которые построены на настолько сильном, активном включении человека, резких отказах по себе во всем, изновительных тренировок в диагностике врача, они чреваты отказами. Человек начинает вести здоровое про жизнь и получает форму, которую он мечтал, и через 3 месяца он уже такой же, как был раньше, потому что ему надоело страдать. Я вот такой. Я даже хуже стал. Все у нас так бывает часто. Тогда, какая вы считаете основная активация? У меня есть своя концепция, почему вдруг стал популярен ЗОЖ так волообразно и так повсеместно. Простая причина, она не имеет никакого отношения к тому, что люди хотят долго жить или хотят хорошо выглядеть в зеркале. Я считаю причину другого. Они хотят хорошо выглядеть в Инстаграме. Потому что, к сожалению, Инстаграм всех разделов. Если раньше никто не видел, как выглядит коллега по работе на пляже, сегодня, соответственно, все себя раздели, было бы все, и начинают дома задавать неприятные вопросы. Мне жена сама все время задает вопрос, говорит, показываю моих коллег-актерам, вот они такие, а ты из себя видел в зеркале? И вот то вот это тщеславное сравнение подплотнуло людей к тому, чтобы правильно сказать, похудеть. Вот из всех, всего многообразия того, что является ЗОЖ, упомянули похудеть. Не то, чтобы человеку печень лучше работать, не то, чтобы у него деменция кожа наступила. И какие-то еще нет. Просто похудеть, значит, просто качественно выглядеть. А что еще дает от ваших секторов, помимо того, что через полгода ты на фотографиях действительно неплохо выглядишь? Но это все можно, честно говоря, фейстюном сделать, без всяких приходов к вам. Просто наложить себе пресс, убрать жир и все остальное. Можешь как-то еще завербовать людей, что они говорят по поводу действительно необходимости из бельсинской семьи, более-менее понимая, что если ты до 40 лет не начнешь заниматься хоть какого-нибудь оздоровления, то в 60 просто заряжешь. Или будешь очень дорого лечиться? Вот это еще другая проблема. Действительно, люди не очень думают далеко вперед и очень сложно заставить их думать в контексте того, чтобы через 50 лет ты будешь чувствовать себя гораздо лучше, если ты сейчас начнешь что-то делать. Что мы делаем? Мы стараемся, учимся работать именно с привычными и делать это комфортно. Наша ключевая задача – мы, по сути, ликвидируем нехватку знаний, то есть мы рассказываем, как работает организм, как работает тело, что изучено, что не изучено, какие есть варианты для того, чтобы выглядеть лучше, какие есть способы выглядеть лучше на фотографиях, чтобы не мучиться. Мы рассказываем о том, что можно сфотографироваться с боковым светом, и ты сразу станешь на 10 кг меньше. Это ни для кого не секрет, просто чтобы люди не страдали. И что самое главное, мы показываем человеку, что есть концепция нормы. Его норму, в которой он живет. И можно маленькими шагами идти вперед. И эффектируем изменение качества жизни. То есть люди, которые начинают у нас заниматься, помимо того, что они худеют, они видят, что стало легче вставать, стало приятнее идти на работу, стало интереснее, в принципе, жить. Они видят, что им нравятся тренировки, они приходят в тренировки, у них эндорфины. Это здорово, это классно. Это просто хороший способ провести время с друзьями. Или провести время одному. Это хороший способ снять стресс, если он у тебя есть. Сейчас очень много стресса у людей, очень много информации вокруг. И мы как раз учим тому, как себя, свое тело, свою голову подготовить к этому. Как сделать свою жизнь более эффективной в контексте того, чтобы самому получать от этого удовольствие. Если для этого нужны красивые фотографии в инстаграме, то они тоже могут. Спасибо. У меня вопрос, который перекинет мостик Денису. Я их вам задам, а вы к ним доктору, Денисович, отреагируете. Вопрос все-таки какой-то ответственности и безопасности. Потому что сегодня сеть заполнена людьми, которые учат, как питаться. Человек видит какой-то результат, начинает следовать, а потом выясняется, что у него какая-то, в принципе, гормональное заболевание, при котором это диета вообще запрещено. Или у него межнозвоночная грыжа, и ему это должно идти на такую-то йогу, и все окончится вообще оперативным вмешательством, потому что ему вот эта йога запрещена. В некоторых степени сегодня мир директантов. И профессиональное медицинское сообщество, так вот без тем, что у меня как раз больше степени из него семейно, потому что к нам очень много приходит людей, которые сели на ЗОЖ и упали в него так, что их потом с язвы не выключить. Ну и я, в общем, проблематику обрисовал. Как вы этот вопрос решаете? Нет, Денисович, вы как специалисты именно по профессиональной цене. Что людям делать, каким образом отследить рекомендации, проверить людей, что именно всегда нужно сначала врачу сходить, потом выслушать. Ну, сейчас вас сначала в секту заслушаем, а потом вам для более ответственного выступления. Да, диагностика – это действительно важный и проблемный момент, потому что люди могут сами не знать о своих каких-то сложностях. У нас есть штат врачей. У нас работают врачи, которые обрабатывают меданкеты. То есть есть на входе опросник в тём анамнезе, который был у человека. Помимо этого, мы очень большое внимание уделяем технике и выполнению упражнений, потому что чем техничнее ты выполняешь упражнение, тем меньше оно влечёт за собой травм. Это всё равно может произойти, но если селиться техникой, вероятность получить травму меньше. Помимо этого, у нас есть врач, который по ходу курса, если человек сталкивается с каким-то дискомфортом, может его направить к нужному специалисту. Мы не даём вообще ничего, если по меданкете уже видим, что это нельзя. Если какой-то информации нам не хватает и она нужна, отправляем на анализ, принимаем правку с анализами. Мы очень серьёзно к этому относимся, потому что проблемы есть. У нас линейных курсов, собственно, расширилось просто потому, что не всем можно начинать заниматься спортом в 30-35 лет, прям сразу, когда бежал в зал и начал тренироваться. Разумеется, да. Мы разработали специальные программы для плавного входа, для того, чтобы сначала мышечный соцсет сформировать у человека, а потом уже дальше с ним работать. Это важно, это работа и выдели довольны. На самом деле, очень много историй, когда человек пришёл, он не знал, что ему нельзя тренироваться, и мы были первыми, кто ему об этом сказал. Или мы были первыми людьми, которые направили человека на диагностику, и оказалось, что ему нужно лечиться, не тренироваться. Так бывает. Спасибо. Денис, тогда вам слово. Что делать людям в сети, чтобы от СОЖа не заболеть? Однозначно мы исходим из того, что это такая очень сильная комплексная работа. Вот пока коллега говорила, даже думаю, мне некоторые вещи записывал. Во-первых, однозначно это чтение научных статей, где мы занимаемся пополнением своего багажа знаний, по поводу собственного здоровья, и не надо здесь перекладывать ответственность на кого-то другого. То есть я считаю, что и сам человек, то есть пациент, можно так правильно сказать, хотя мы и не занимаемся венциной в практическом смысле этого слова, и, соответственно, мы можем, ну я просто на примере спорта того же самого, мы можем выполнять свои знания на тему, например, профилактики травм в беге, или что такое перетренд, как можно его диагностировать, как заниматься правильным восстановлением, и это все снижает, конечно же, риски, или какие там чекапы являются опциональными с точки зрения доказательной медицины. Конечно же, мы считаем, что необходимо очень тщательно измерять свои биомаркеры, ну мы называем этот подход биохакинга, по сути, можно сказать, что это своеобразная версия продвинутого зожа, то есть когда мы опираемся на какие-то измеряемые параметры своего организма, и провод на них как-то воздействует. Ну, например, очень часто бывает так, что человек начитался какого-то сгорчика, там уже слабывали, там, голодание по Аткинсу, стал там делать всевозможные диеты, голодать, какие-то генку пробовать, потом раз-то, ну, не у камни в почках. То есть есть какие-то базовые биомаркеры, которые действительно надо измерять, ну, например, печеночные ферменты, почечные ферменты, если мы спортсмену, конечно, хотим быть спокойным, реабильностью сердечного ритма, есть у нас в 10 дней тренировок, и, опять-таки, мониторинг, обратная связь со специалистом и пополнение своего пока-же знаний, вот, мне кажется, это вот такой угольный камень. Конечно же, пока что, к сожалению, наука, биологическая наука, не настолько рада, что прям полностью предупредит какие-то побочные эффекты, но к минимуму свести это, конечно же, возможно. Вопрос иногда у меня. Правильно ли сказать, что до любого увлечения, сколько мы сможем, надо пройти ЧК медицинский стандартный? Да, однозначно. Но если мы говорим про СК, ну, как вот, например, вижу я такой ЧК, вот поднимите, кстати, руки, кто участвовал в каких-нибудь там московских забегах, там, московский марафон, полумарафон. Вы говорите, вы все знаете, что там надо сдавать какую-то справку. Я когда пошел в свою районную поликлинику получать эту справку, но если, простите, офиге. То есть это обычный ЭКГ, который только постфактум что-то определяет, флюорография, ну и там общий анализ крови. Ну, на мой взгляд, это, конечно же, мало. То есть, конечно же, однозначно это УЗИ сердца. То есть мы боимся в первую очередь дилатационной кардиомиепатии, либо же атеросклеротического какого-то поражения. По сути, если вам меньше 30 лет, ну, мы боимся обязательно сердечную смерть. Если вам 30 лет нет, это, скорее всего, от слишком расширенного сердца, значит, буду обращать. Если вам больше 30 лет, то это из-за атеросклеротических популяшек внутри. Можно измерить легочную функцию, можно, конечно же, сделать какие-то нагрузочные тесты, но они, как правило, покажут что-то, когда уже какая-то патология есть. Ну, опять-таки, на мой взгляд, конечно же, ключевой это УЗИ сердца сделать. Можно, ну да, артериальное давление, это, условно, тоже. К сожалению, симптомов нет у этого заболевания, вы не зря еще называют психим убийцей. И в таком случае, если вы, например, начинаете заниматься спортом, а у вас там, например, давление 180 на стол, у вас, конечно же, сильно возрастает риск какой-то катастрофы, поэтому однозначно первым делом мы фиксим какие-то базовые проблемы, то есть повышенное давление, либо проблемы с уровнем глюкозы, либо с проблемным гормональным фоном. Вот очень часто, кстати, у девушек такая проблема, как железодефицит. Они, например, начинают заниматься спортом, и на них одышка наступает. Там показатели не растут, пульс очень высокий. Ты смотришь ферритин, ну, кстати, один из таких ферритин, это маркер того железного организма, он там 10. Как бы очень плохо корректировали, как бы все налаживается. Вот примерно вот такой вот, наверное, базовый чекоплан, мне кажется, позволит, ну, сильный пласт риска вот людей выявить и снизить для них, как бы говоря, это с плохого исхода. А вот этот пазочек, он доступен любому человеку? Любой, ну, вот я считаю, что Россия – это рай для биохакинга, потому что любой человек может, во-первых, купить что-то без рецепта, во-вторых, перейти в лабораторию и сдать там какие-либо анализы без направления врача. То есть, если человек действительно разбирается в этой теме, это хорошо. Но, опять-таки, я не призываю, как бы ни к чему сопоставить, но все, конечно, через вашего лечащего врача, который у нас тоже надо еще найти. Да, у нас нет такой, кстати, традиции иметь лечащего врача, которая тебя ведет в течение всей своей жизни и поэтому понимает, что все могло произойти. Еще один миф относительно ЗОЖи, уж точно относительно правильного питания, что это роскошь для богатых, что если у тебя денег немного, ты обречен на пельмени из магазинов с низкостной доступностью, что ты не можешь пойти в спортивный клуб, потому что это очень дорого, и так далее, и так далее, и так далее, и люди, которые зарабатывают недостаточное количество денег, они отказываются от ЗОЖа по банальной причине, что это для богатых, я это не могу себе позволить. Потом все становится лечить последствия такого подхода еще дороже. Вот можете мне этот миф разведить или предупредить его? Скажем так, для того, чтобы действительно заниматься ЗОЖем или биохакингом, какой-то нижней границы ценовой нет, ну и верхней границы тоже нет. Может быть, вы слышали про такой пример, как Серж Фаге, это один из основателей фирмы «Туристический Астромок», он написал статью, как он потратил 200 тысяч долларов на улучшение собственного организма, который мы там тоже видим какое-то время. Это вот одна крайность. Но какие-то базовые вещи действительно можно сделать даже бесплатно. То есть, что мешает вам отказаться от каких-то вредных продуктов питания, типа переработанного красного мяса, маргарина того же самого? Что мешает вам отказаться от сигарет? Что мешает вам делать 10 тысяч шагов в парке? Это, по сути, действительно бесплатные какие-то вещи. У нас есть страховая медицина, которая хотя бы базовый чекап вам проведет. Но если мы говорим про какой-то минимальный вход, но примерно 50 тысяч рублей в квартал или в угодье можно прям очень хорошо себя обследовать и улучшать. Спасибо большое. Кстати, да, вот у вас значительно денег. В секретных случаях, когда я агентирую за здоровую жизнь, особенно если касается беседы со старшим поколением, у меня, наверное, главный аргумент, это поставить делать инвестиции, потому что действительно свалить в России тоже. И будет все дороже и дороже. Потому что... Основная, наверное, проблема, грядущая нашего будущего, в том, что, когда заполел Сильцов, его шансы на выздоровление и шансы на выздоровление, ну, среднего москвичащего диагноза, они были приблизительно одинаковые. Химиотерапия сама, лучевая та же самая, протоколы похожие. Сегодня каждый год появляются такие прорывы в медицине, которые, там, не знаю, там, та самая меланома, она скоро будет, я не знаю, совсем разой, чтобы просто поймете принцип, уже будет во много раз более излечима при наличии дорогих, к сожалению, лекарств, которые не будут доступны продашему обычному МВСу. И это касается всего. Уверен, что скоро будет технология, которая будет справляться с атеросклерозом, а это прямое последствие развития. Но это будет стоить дороги. И ладно, когда у тебя у самого, ты можешь на себя забить, но когда у тебя у близкого стоит дилемма, либо ты за деньги можешь обеспечить более качественную или долгую жизнь, либо не смог, то тогда у тебя большая проблема внутренняя. И лучше затолкать своих родителей на какой-то примитивный ЗОЖ, избавить их от неправильного питания, чем потом, через 15 лет, сидеть и думать, а при помощи, вот эту новую технологию, которая доступна моему другу, потому что у них деньги, а у меня нет, сделать так, что мама или папа должен быть. Вот как только мы поймем, что при всем моем образе жизни или что ЗОЖ, это, безусловно, ну хоть какая-то возможность в будущем не так дорого платить за долгую качественную жизнь, она будет доступна за деньги, чего счет мне сейчас. Так тут же начинаешь быстро вставать раньше и меньше есть жареного. Ну, по крайней мере, пытается об этом поступить. Вот. Я на этой, вот такую, оптимистическую ноте перейду к Виктору. Вы много кивали, а потом кивали в другую сторону, когда Динск ты рассказывал. Во-первых, есть мысль, миф, опять же, что правильное питание это жутко не вкусно, что это невозможно есть. И я, так считаю, например, потом, когда я попал в ресторан правильного питания, где-то в Париже, и понял, наверное, самый вкусный ресторан, в котором я был, оказалось можно, если хотеть. Расскажите, пожалуйста, про то, во-первых, а, можно ли это делать вкусно, б, цена дорого-это недорого, и каким образом людей убеждать. Ну, и главное, какие-то базовые правила, скажите, и что в сообщество? Есть ли вот эти адепты в проектах питания, и есть ли там люди здравые? Ну, я начну немножко, так сказать, два шага назад сделаю, расскажу, как я сюда попал. В 2009 году я познакомился с международным движением Slow Food, которому того времени уже много времени он возродился в конце 50-х годов. Slow Food – это не значит, что, значит, ты пережевывая пищу, ты помогаешь обществу, да, как в тех детстве проходили. Это противопоставление фастфуду. То есть это движение, которое появилось в Италии, как противопоставление фастфуду, возвращение традиций, внимание к местной еде, первенство и так далее. И начиная с 10-го года мы организовали несколько фермерских фестивалей в Москве. Сначала на нас смотрели выпечными глазами, говорили фермеры, это вот грязные морковки, грязные ногти, вот здесь импорт, зачем вы это делаете? Сейчас это, кажется, абсолютной банальностью, сейчас фермерские фестивали проводят абсолютно все, и Slow Food, в общем, в России, я считаю, сделал свое дело, то есть мы вернулись к корням, мы научились уважать местные продукты, местные традиции и так далее. Сейчас Slow Food занимается большой степень экологическими проектами, потому что, по сути дела, мы все убедили, что пастфуд это плохо, и питаются им, в общем, не стоит. Я думаю, что никто здесь и не станет защитой Макдональдса, как это было в 2010 году, когда я выбрал свою первую статью, то есть такого количества негативных отзывов, это было где-то на лук и дни, по-моему, я в своей жизни не получал, я был очень горд, что, так сказать, такая дискуссия пошла, но вот прошло 10 лет, и мы своего, так сказать, добились. А по поводу дорого-дешево, а дело в том, что дешевая еда, там, те же пельмени или там, бройлерные куры, тот мой любимый пример, бройлерные куры, мой друг, шеф француз, шеф Хаят, он изящно очень пошутил, она становится все мягче и мягче, скоро мы сможем ее намазывать на хлеб, значит, как паштет. И действительно, люди отвыкли от того, что еда должна быть, так сказать, она должна иметь вкус, она должна быть жесткая, она должна быть, сопротивляться тебе и так далее. Так вот, я хочу сказать, что из зрения питательности, вот такая вот кура, которую вы покупаете, там, на вертеле, она курица, или крутится, или там, варите ее где-то, она, по сути, и питательности будет, я не знаю, 3-4 гребешка, которые будут стоить ровно 100 гривен. Надо есть меньше, меньше еды качественно, это будет столько же денег стоит. По поводу диет. Слоуфут никогда не агитировал, ни за какие диеты. Это то, за что я люблю Слоуфут. Потому что у меня всегда было ощущение, извините, ради бога, сектантство, когда люди говорят, этого есть нельзя. Я один из самых, как это, возрастных представителей в этой аудитории, поэтому я помню вот эти все дикие, как сейчас бы сказали, хайпер, что там холестерол, холестерин, масло можно, масло нельзя. я всегда ел все, и как-то меня это, в общем, не сдерживало. И приходилось, правда, как бы скрываться. Я помню, когда разрешил, есть масло, я написал в фейсбуке, наконец-то разрешили, есть масло. Слава богу, я могу не скрывать, так сказать, сегодня не прятать у себя в холодильнике за обезжиренным творогом и так далее. И, так сказать, получив вот этот заряд правильного отношения к жизни, я стал заниматься едой, я там, участвовать в проекте «Возраст счастья», где я читал лекции о еде, не только о еде, и о сексе, о других вещах, но в основном о еде. И у меня сформировалась как бы собственная идеология, которую, вы позволите, я назову просвещенный гедонизм, что это такое? Это, прежде всего, любой врач, врач среди нас что-то рисует, любой врач подтвердит, что еда, которую вы поглощаете без удовольствия, она плохо переваривается. Удовольствие нужно. Окей. Я в ваше сердце, если что. Отлично. Уже 2-1. Спасибо. Вы, то есть, вы должны получать в удовольствие от еды, от процедуры, от приготовления, от покупки. Почему просвещенный гедонизм? Скоря, конечно, нужно знать свою генетическую предрасположенность. Я, например, молоко не переварить, я не пью его. Ну, просто, вот, я проверю, что этого нельзя, этого нельзя. То есть, безусловно, нужно делать какие-то, так сказать, чекапы, проверяться. профессор, но это не значит, что нужно хватать книги, написанные, представляете себе, американский профессор, причем, какой профессор, я там жил, я себе представляю, откуда берутся эти профессора, пишет книгу, типа, диетологию, хорошо, если профессор, а то просто какая-нибудь большая модель, которая уже как модель не очень, а хочется оставаться на Платона, на плаву, она пишет книгу как то, как надо питаться. И люди другого этнического происхождения, другого климата, с другой едой берут эту книгу, берут эти рекомендации и исследуют. Но, вы же не берете журнал, какие журналы говорят? «Космополитен», и там, там страница, и там, значит, юбка такая-то, кофта-то, вы же не бежите в магазин покупать, правда? Почему вы это делаете с едой? Это совершенно невозможно понять. Поэтому все рекомендации, которые не даны лично вам, с лично вашим, как сказать, организмом, они не имеют никакого смысла. И тут мы подходим... Семья, вообще у них не нормально, есть время, конечно. Тут мы подходим еще к одной теме, значит, которую я бы назвал интуитивное питание. Это не я придумал, это сейчас в американском, скажем, среднем классе, это сейчас самая принятая история. интуитивная жизнь. Вы для себя, для своего психотипа, для своего физического типа, для своего инического происхождения, для своего ТНДНК находите ровно тот образ жизни, включая питание, фитнес, развлечения, секс, книжки, я не знаю, которые подходят лично вам. У меня в детстве, поскольку я жил в тоталитарной стране, мне все время вдыхали в какие-то секции. Ничего не получалось. Я там еле научился плавать, до сих пор не могу, не знаю, какой набор бить по мячу, и так далее. Ничего, вы знаете, когда мне было 40 лет, я начал заниматься йогой. Нет, 50. Я начал заниматься йогой. Оказалось, мое. Если бы я знал про вот эту, так сказать, интуитивную фишку раньше, я бы искал это раньше, и нашел бы это раньше. Ищите свое во всем. В идее, в фитнесе. Не слушайте моду. Вы можете услышать моду, посмотреть, попробовать. А потом сказать, вы знаете, мне вот нравится крутить кулаку. Это прикольно. Это мое. Ищите свое. На все вопросы я ответил, лучше. Нет, нет. Вопрос, кстати, про, во-первых, про доступность. Это раз. Во-вторых, про сообщество. Получается, в некоторой степени вы, не то чтобы против сообщества, а потому что сообщество давит на тебя своей идеологией. Да? Вы, наверное, активно с сагросетякой, правильно я понимаю? Достаточно. Да, денешься. Да. Вы считаете себя неким-то лидером такого, своего собственного сообщества, в котором вы пропагандируете свой просвещенный гедонизм. И насколько, людям, как удержаться от давления, попав внутри, условно говоря, подписавших в сообщество сектор, где сто тысяч, сохранить свою точку зрения. И сказать, нет, это не совсем мое. Какие-то такие рекомендации вы поставите, именно по поводу с комьюнити? Ну, я бы сказал, что я повторяю, как попка дурак, что любой, так сказать, жизнь, в том числе и диета, должны быть не эксклюзивными, а инклюзивными. Вы должны включать то, вы знаете, как бы, апогеем нашей, так сказать, известности в России, было, когда крупнейшая Россия фестиваль «Ода еда» взял «Слоуфуд» в качестве своей диалогии в прошлом году. Все фестивали «Ода еда» сколько их было? 12, 16, 17, по-моему, в разных городах России там было несколько сотен тысяч человек посетили, они были, в общем, посвящены «Слоуфуд». И приехал основатель «Слоуфуд» Карла Дмитрини, один из, официально считается, один из пятьдесят людей, изменивших мир во второй половине двадцатого века, я его принимал, мы с ним ходили по ресторанам, а он ел все и бил там какая-то настойка на каких-то неизвестных мне травмах и логоточных с удовольствием, то есть, как сказать, включать, пробовать, находить свое, ни от чего не отказываться, не ограничим себя. Мы до сих пор, и не только в России, живем по заветам Эрикопрома, который написал замечательную книжку «Дексла Свободы», мы ищем куда спрятаться, как себя ограничить, и чтобы найти вот кого-то, кто нам скажет «Делай так, а делай не так», и кто нам запретит. И то, о чем я постараюсь, стараюсь говорить, так сказать, людям, которые не ослушают, сегодня спасибо вас очень много, что ищите свое, никого не слушайте, никого, не идите ни за каким лидером. Если вам нравится, так сказать, ходить в какой-нибудь секту, или там, не знаю, масонский клуб, или фитнес-клуб, или йогу, или что-то, класс, но если вы почувствовали, что это ограничивает ваши возможности, вам хочется попробовать чего-то другого, попробуйте сделать это, потому что, если вы несчастливы от того, что вы не едите что-то, то это, я почти уверен, что это вредно для здоровья. Еще по поводу цены, я хочу повторить, я довольно, как сказать, довольно давно стараюсь правильно питаться, это моя личная диета, я никому не разрешу, я больно, как пришли ко мне с телека и сказали, можно вы вас снимем, а что у вас в холодильнике? Вот я говорю, у меня пельмени в холодильнике, все остальное у вас не касается, это моя личная, личная история, и я хочу сказать, что это не дороже того, что вы позволяли себе, особенно учитывая первые постсоветские годы, когда у нас у всех была праздничная диета, там икорка, колбаска, вот это все хозяйство, а если денег совсем нет, и приходится питать переработанной пищей, как в моем детстве говорили, что кладут в пирожки, жареные с мясом, забыл это называть? Геляш! Да, 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 ухо, горло, нос, есть липийский хвост, вот если бы, так сказать, ни на что другой денег не хватает, я, наверное, действительно вам помочь, но на чуть-чуть следующем уровне просто надо покупать еду чаще, меньше, меньше езд, и никак будет все получаться. Спасибо большое, перед тем, как я слово передал Максиму, у меня к вам один вопрос, я тут встретил замечательные сцены, я иду в Кулково, там справа у выхода находится достойчивый Макдональдс, и мама тащит какого-то паренька в пятилетие, у которой кричит, мама, я хочу Макдональдс, и мама не может найти этих аргументов, говорит, он закрыт, а там толпа людей в очереди стоит, а я еду правильно с ними, поэтому я слышу эту тему. Как же закрыт, вот же люди стоят, они стоят, чтобы с утра быть первыми, и всю ночь стоять будут. Ну, я удивился на хочется мамаша, и он начинает говорить, я тоже буду стоять, я уже не выдержал, говорит, там одни гамбургеры с морковкой остались, не стой. Он зависит, и все, они ушли дальше, все. Я, наверное, на пять минут малыша как-то загрузил гамбургер с морковкой. Детская страсть к паскуду, она есть. Уже все, уже их не избавиться. Вы как считаете, нужно это допустимо, как-то управляемо давать раз в месяц ребенку Макдональдс или любой другой паскуд, мы не будем их никак критиковать, они находятся в рамках правого поля? Либо какую мотивацию вы придумаете родителям, кроме того, что есть сейчас от кровельного броня, что он закрыт? Но я довольно много лет прожил в Канаде и окружен был Макдональдсами просто вот вокруг, и мне как раз росла дочь, и я хочу сказать, что она сейчас не будет в Макдональдс, ей просто там уже под 40 лет. А почему? Мы никогда не запрещали, но мы ее жестко высмеивали, жестко высмеивали, мы над ней издевались, мы, как сказать, говорили, что это самая простая неда, ты не развиваешь свои цепторы, это абсолютно социально неприемлемо, посмотри на людей вокруг, ты хочешь быть такая же и так далее. Никогда не запрещали. Это первое. Второе. Для того, чтобы дети ели нормальную еду, нужно их этому учить. Если вы детей не водите в Пушкинский музей Третьяковку на концерты классической музыки, не показываете им альбомы, там, я не знаю, современных, замечательных или там, не водите их в музей современного искусства, они так и останутся на лунке и на, это самое, песнях хора Пятнинского. Вы же, вы же это делаете, почему люди позволяют себе отпускать тему еды? Когда едает, один из самых главных, центральных вещей, которые происходят в человеческой цивилизации. Все, что люди делали, они делали вокруг стола, мирные договоры, я не знаю, там, свадьбы, сделки, все это было так. Значит, надо детей мучить, потихонечку давать. Я ненавижу, я ненавижу эту тему, когда ты приходишь, и говорят, а у нас есть детское меню, вот это вот. Но, значит, вот это вот для детей, вот особая, особая картошечка жареная, дети должны с самого начала потихонечку привыкать к правильной, нормальной, вкусной пищи. Они будут сопротивляться, будет горькой, будет кислой, будет и так далее, но надо развивать так же, как мы развиваем их вкусы во всем остальном. Спасибо большое. Максим, теперь слово вам. Вы создатель пятой спортивной школы iLife Super Sport. Я так понимаю, это и большое количество офлайн событий, забеги, велозабеги, триатлон. Я тоже есть своя концепция, потому что у меня много моих проведенников, как ошпаренные, и все пошли в триатлон. Мне кажется, это некая борьба с кризисом среднего возраста. И причем они фанатично в это уходят, то есть с ними невозможно теперь разговаривать. У них есть только одни какие-то чехойты в жизни. Это медаль полу триатлониста, целый Iron Man и так далее. Мне вопрос, насколько, вы считаете, здесь вообще давление развито, что дает вот это участие в забеге, в велозабеге. Почему тут люди и это стало основным, наверное, видом деятельности, помимо работы и личной жизни? Спасибо. У нас есть такая шутка. Если бы не было Инстаграма, ты бы занимался триатлоном? Да. Инстаграм есть, я не занимаюсь триатлоном. Я сейчас могу сказать. Ну, наверное, отчасти там есть какое-то социальное давление или вызов, когда люди например друг с друга. Но я хотел на шаг назад вернуться. Во-первых, я абсолютно с вами согласен по поводу здоровья. У меня тоже есть к нему там определенные отношения. И я точно не верю в то, что здоровье может быть в центре внимания и главной какой-то субстанции. С моей точки зрения здоровье – это средство. И вопрос как бы ради чего тебе оно и для чего и что ты хочешь реализовать, что тебе нужно быть здоровым или не нужно. Вот. А ставить его у главы лукба наверно достаточно бессмысленно. Сегодня на пленарке выступал Дэн Бютмер, кто был и слушал его. Я с ним познакомился пару лет назад. Человек, который написал книжку про голубые зоны, про долгожителей, там пять сезонов на планете Земля. Вот. И он очень интересная вещь он сегодня тоже повторил. Вот. Он сказал, что все люди, которые живут долго, ну, долго, в его понимании это там условно сто лет и дольше, да, что они не фокусируются на здоровье. То есть, на них здоровье не является какой-то большой ценностью. То есть, они живут долго не потому, что они хотят быть здоровым и жить долго. Они живут долго каким-то другим причинам. Вот. С моей точки зрения, он с этим тоже согласен. Ведь живут долго, когда у них есть некоторый смысл. Ради чего жить. Вот. Некоторые идеи, мечты, цели для того, чтобы их реализовать. Вот. Когда мы сделали проект, он, наверное, более известный, чем суперспорт, потому что суперспорт название компании. Вот. Это I love running и I love swimming. То мы понимали на своем опыте, что есть две вещи, которые, ну, являются таким барьерами для многих взрослых людей. Как мы. Ну, еще нам не сто, но уже взрослые. Первое. Это многие люди хотят начать, честное дело, для своей, ну, физически, для своей формы. Но либо не начинают, либо если начинают, то очень быстро бросают. Ну, я думаю, что в зале многие проходили этот путь, когда у тебя есть там гениальные идеи, что надо вот пойти в фитнес или начать бегать или еще что-то делать. Вот. Но это быстро все очень заканчивается. И, собственно, надо было придумать способ, как это делать пролонгированно. А второе, если уже все-таки решил, то взрослому человеку некуда особо пойти, особенно если мы говорим о спорте в России. Ну, и, соответственно, мы придумали идею, точно так же, как со здоровьем. Если оно не может быть целью, то что может быть целью? Если сама по себе физическая активность скорее всего не очень хорошая цель, то что может быть целью? И там оказалось, что есть много интересных вызовов к триатлону, да? Ну, то есть, например, можно зачаленджить себя тем, чтобы пробежать 10 километров, ну, без остановки. Просто пробежать, не быстро, не мять, ну, как-то пробежать. Или, например, проплыть километр, или, например, проехать на велике 100, ну, допустим, вот такое, или в гору какую-то сходить. То есть, и таких вызовов их очень много можно придумать. И когда, ну, я абсолютно с вами согласен, да, что прислушиваясь к себе, можно найти какой-то отклик. То есть, какой из этих вызовов тебя, ну, как бы, заводит, по-хорошему, да? Ну, например, вот меня заводит идея, там, проехать условно 100-200-300 километров на велосипеде, хотя я никого туда не зову. Знаю людей, которых тоже это заводит. Вот, но при этом, скорее всего, триатлон остается, ты не очень к этому готов. Когда ты начинаешь тренироваться, не ради здоровья, там, в первую очередь, не ради того, чтобы у тебя какие-то показатели тела были, или фотография, вот, а ради того, что у тебя есть идея, и ты хочешь к ней прийти. Вот. Ну, и главное то, и триатлон, ну, и железный триатлон. Это достаточно серьезный вызов. То есть, это штука, которую ты, ну, кто не в курсе, железный триатлон или Ironman, это 4 километра плавания, 180 на велосипеде, 42 бегом, в один день, с утра до вечера. Один человек делает, без остановки. Ну, вот, это серьезный вызов. И, конечно, наверное, в какой-то момент в своей жизни люди, может быть, кризис среднего возраста, задумываются над тем, чтобы добавить в своей жизни какого-то нового вызова. Почувствовать себя живым, почувствовать, что я могу. Вот. И тут пиатлон приходит на помощь. Это один из вызовов, который можно себе бросить. Дальше, естественно, надо готовиться, тренироваться. Насколько это фанатично? Мне кажется, это персонально. То есть, я знаю людей, которые тренируются, и с ними можно говорить на какие-то другие темы. Знаю тех, с кем нельзя говорить на другие темы. Но я также знаю людей, которые увлекаются рыбалкой, и с ними тоже нельзя говорить на другие темы отличные от рыбалки или охоты. Точно, да. И еще хуже. Да, или еще блокчейном. Поэтому, в целом, получается, что они тоже в одном ряду стоят. Ничего плохого в этом нет. А скажите, как вы считаете, по моему опыту, вот эти вызовы, брошенные внутри сообщества, человек имеет гораздо большую мотивацию, гораздо более сильную, чем вызов сам себе? То есть, когда ты собираешься с друзьями и говоришь, а знаешь, я через год, у меня вот не так давно был случай, товарищ, восходил с другим товарищем на огромные деньги. Ну, все на огромные деньги, что он подтянется 20 раз через год. Он через год 20 раз потянулся. При весе более 100 килограммов и до начала мероприятия он не потягивался ни одного раза. Ну вот. А ведь для многих, кстати, является финансовая вот такая мотивация какой-то значимый. Для всех, для многих других, с кем я вот пересекался, мне кажется, для них вот это обещание при большом количестве участников достичь довольного результата, войти вот в эту группу, записаться в сообщество какое-то, бегунов и пробежать. Это для них ключевой фактор. Сам для себя, вот человек только себе лично дал слово и лично перед собой выполнил, вот это не очень работает. для заключения людей действительно близких будет. Вот насколько это так и насколько в сообществах развита стимуляция друг друга, поддержка друг друга или наоборот, унижение друг друга, что ты не проплыл, зараза. Ну это да, в разных сообществах по-разному, но в целом это, как это называется в моделях обучения peer-to-peer challenge, то есть когда условное образование это используется, когда студенты челленджат друг друга тем, что я уже сделал, ну а ты, да. то есть если мы говорим о каком-то росте и развитии, то так или иначе это всегда связано с, ну может быть там, не всегда связано с комфортом, скажем так. Вот поэтому public commitment это сильный инструмент, который позволяет сделать то, что может быть ты сам бы срезал угол. Вот но в любом случае это внутренний выбор человека, то есть он же, например, сам выбирает челлендж там пробежать марафон и дальше уже использует он этот инструмент публичного обещания или нет, это можно усилить свое движение туда публичным обещанием. Можно этого не делать. Я знаю людей, которые и так и так поступают, это вопрос некоторого интуитивного ощущения, да, как тебе лучше, как тебе ближе, как тебе больше нравится. Вот есть люди, да, которые спорят на деньги. Я, например, никогда этого не делал и мне это вообще не близко. но при этом, например, мне близко своим друзьям сказать, что я планирую в спорте, дабы получить от них поддержку, саппорт, вот и типа теплые слова, вот например. Я еще так голосовал, поддержку сообщества в таком как раз видео, у меня среди моих друзей, сейчас очень популярные, выезды в спортлагеря. То есть это такой возврат в детство, в пионерлагерь. Они едут там на 10-15 дней, я, конечно, не держу, потому что у меня есть на Тауру, у меня там свой пионерлагер, вот они едут на... это какие-то дорогие в лагерях, это не очень дорогие. Большое количество людей попадает в такую достаточно аппетичную обстановку, с утра до вечера, и по них ходят в горы, плавают, неважно, да? И там для них появляется сразу несколько мотиваций присутствует в пионерлагере. Во-первых, он снимает некую кастовость, потому что согласитесь, когда вот собираются, не знаю там, ребята поиграть в футбол, то это единственное место, где права у человека, которые зарабатывают в миллиард долларов или сто долларов, на футбольной площадке не одинаковые. И в этом спортлагере все, по сути дела, равны, никому не важно, кого сколько стоит, а во-вторых, это фантастический способ социализации. Туда люди едут для того, чтобы получить новые контакты в такой атмосфере Кайнерлагер, и параллельно еще они туда приезжают похудевшими, здоровыми.